Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о шоколадном фэйшн-шоу, которое проходит в Лондоне с 2013 года. Первое шоу прошло в 2013 году, я на нем была, и об этом сегодня мой рассказ. Я уже упоминала про это шоу в ролике про октябрьские мероприятия, оно обычно проходит в октябре. Если кому интересно, что еще проходит в октябре, смотрите в этом ролике. И рассказывала про то, как мы с моей подругой Юлией посетили первое мероприятие Салон Дю Чоколад. Да-да, оно проходит еще и в Париже, и в Милане, и, по-моему, в Нью-Йорке, во многих мировых столицах. И вот Лондон удостоился увидеть впервые это мероприятие в 2013 году, когда я уже была репортером. Я так благодарна Лондону за то, что я стала новостным репортером и имела возможность посещать такие мероприятия, потому что до этого в жизни я никогда таких мероприятий не видела. Хотя моя профессия была организатор массовых мероприятий. То есть как раз-таки вот эти все новинки я впитывала для того, чтобы, может быть, в будущем создавать такие мероприятия в России. Но посмотрим, поживем, посмотрим, куда вообще катится мир и куда мы прикатимся вместе с вами. А пока Салон Дю Чоколад. Итак, в 2013 году я зарегистрировалась как журналист, как репортер, точнее, фоторепортер и видеорепортер на это мероприятие. Надо сказать, что в Лондоне аккредитации дают очень легко, если ты докажешь, что ты работаешь на какой-то новостной источник, или пришлешь письмо от этого источника, или просто покажешь свое портфолио, выставленное на этом веб-сайте. Образно говоря, я присылаю всегда ссылки на мои новостные агентства. И мне легко дают аккредитации. Очень редко бывает, что не дают там по каким-то другим причинам. Вообще на все мероприятия я вот таким образом попадала бесплатно, и я реально впитывала всю эту культуру, все эти события, все эти новинки, все, что происходит сейчас в мире, все это появляется на выставках в Лондоне. Ну, ладно, сегодня про шоколад. Итак, что же мы увидели, когда впервые пришли на это событие? Очень много различных стендов, но это можно так сказать, это все-таки трейд-выставка. Трейд это значит для профессионалов в этой сфере, то есть для шоколатье, для тех, кто продает шоколад, для тех, кто его производит, для тех, кто его упаковывает, рекламирует и так далее. Все, что связано с шоколадом, все профессионалы съезжаются на эту выставку, чтобы узнать что-то новенькое, чтобы найти какие-то новые вкусы, какие-то новые возможности. Ну, и также заключить сделки с партнерами между собой, образно говоря. И вот я аккредитовалась, и мне плюсом еще дали один билет для того, чтобы я могла привезти с собой кого хочу, то есть друга, подругу, там, я не знаю, мужа, маму или еще кого-нибудь. И я пригласила свою подругу Юлию, о которой я уже вам рассказывала, вот в этом ролике можете посмотреть. И мы с ней вместе пошли на это событие и увидели такое. Сколько раз я была на различных фэйшн-шоу до этого, ну, за два года я успела побывать на различных мероприятиях достаточно значимых и реально крутых, но никогда в жизни я не видела такого фэйшн-шоу. Платье, сделанное из шоколада, для меня это вообще было... А как это возможно? А что можно сделать из шоколада? Как его вообще можно носить, это платье? Оказалось, ну, насколько я поняла, делают модельку, да, такую просто черное платье, или там шоколадного цвета платье, и на него нашивают вот эти вот дольки шоколада там в виде листочков, в виде розочек, в виде там каких-то цветочков, корон и так далее. В зависимости от тематики, я так не совсем просекла тему, но вроде бы тематика есть. Каждый год своя, допустим, в 2015-м была, я так поняла, сказки какие-то, потому что там присутствовали и русалки, и ведьмы, и какие-то королевы, в общем, может быть и нету тематики, но вот как-то подбираются так платья, что вроде бы как есть какое-то зерно в этом. Ну, неважно, самое-то главное это платье, и вот его создает шоколадье, тот, кто нашивает, ну, не нашивает, он создает как бы образ, нашивают, наверное, другие люди. Ну, то есть мне удалось немножечко так побывать за кулисами и посмотреть, как это все происходит, как моделей наряжают, как там им приляпывают вот эти дольки шоколада. К сожалению, эти платья живут очень-очень мало времени. Буквально на выставке на последний день там уже все отваливается. Шоколад же, ну, никак не пришить. Температура, воздух, в общем, все это плавится, все это отпадает во время подиумного похода. Но очень интересно, очень классно, и мы всегда с другой подружкой, с которой мы потом посещали. Еще три выставки проходили в Кентингтон-Олимпии. Не каждый год они проходят, в этом году, к сожалению, его не будет, но иногда можно увидеть в Лондоне вот такое вот шоу, и мы стараемся со всеми сфотографироваться. Помимо этого, естественно, на шоу там представлены различные какие-то семинары, какие-то приготовления идут знаменитыми шоколадье. Мы один раз что-то так засиделись до вечера, и там уже семинар прошел, смотрим, они раздают то, что они приготовили. Мы решили подойти попробовать. Именно тогда я узнала вкус инжира. Я никогда до этого не ела инжир, свежий инжир вообще в своей жизни. И тут вместе с шоколадом и с каким-то куском торта, который они приготовили, я не знаю, какой-то знаменитый шоколадье, возможно, он всем раздавал, но все боялись, стеснялись подходить. Как бы каждый взял по кусочку, по второму уже решили не это. А мы с подружкой как раз пришли под конец, и всего два куска осталось. Мы говорим, давайте мы съедим. И он нам отдал. Какая это была просто вкуснятина. Я не знаю, может быть, в следующий раз, когда я попаду на это шоу, я пойду реально на эти семинары, чтобы попробовать что-то такое приготовить. С тех пор я люблю инжир. С тех пор я люблю... Ну, я и до этого любила шоколад. Еще что мы с подружкой очень любим, всегда там дают пробовать все эти вот разновидности шоколада. И самое-самое наше любимое, это мы называем шоколад с включениями. Туда вкладывают мандарины, апельсины, какие-то дольки клубники, дольки малины, в общем, различных-различных фруктов и каких-то привкусов. И ты пробуешь все это. Такое объедение. Это не просто шоколад, хотя там есть и просто шоколад, там, стопроцентный какао, привезенный там с Кубы или с Колумбии. В общем, очень много всяких различных интересных штук. Ну, а самым главным моментом моей репортерской деятельности, самым счастливым и долгожданным, я считаю то, что когда ты приходишь на какую-то выставку или уходишь с нее, чаще всего в пресс-офисе дают какие-то подарочные пакеты. Вот, допустим, на выставке с шоколадом нам давали достаточно огромный пакет, правда, не на каждой выставке, на одной или двух, где были какие-то пирожные, шоколадки, прямо реально целые наборы какие-то. бывали какие-то маленькие пробнички, бывали вот эти вот наполнители, там, допустим, тофи или ириски, которые идут дополнением в шоколад. Бывало кофе, бывали какие-то печенюшки. И это все ты потом, наверное, неделю или две сидишь дома и ешь, и пробуешь. И иногда запоминаешь какие-то реально вкусные такие пробники, которые потом ходишь, ищешь и покупаешь. Ну, это, естественно, делается в связи с тем, что ты как репортер, ты как пресса, ты раздаешь вот эту всю информацию, которую получил, попробовал, переживал. Там, естественно, каждая шоколадочка с надписью «Что за фирма?» и «Чем она занимается?» и «Где найти?» и «Со всеми контактами?» В общем, пробуешь и несешь это зрителю, большой аудитории. Предполагается. Я, конечно, на фото, на видео... Ну, вот сейчас вот как бы получается, что я рассказываю про то, что можно увидеть на этой выставке. Естественно, про каждый шоколад я не буду рассказывать, но, может быть, в будущем. Почему нет? Может быть, я буду этим зарабатывать себе на жизнь. Может быть, просто рассказывать про то, что меня удивило, что заинтересовало, и что было интересным, полезным, вкусным и так далее. Вот так вот, в принципе, если вы блогер какой-то определенной сферы, допустим, бьюти-сфера, очень часто бывают выставки, куда приглашают блогеров, дают всяких пробников, дают... Я, кстати, тоже получала Олимпия бьюти, какая-то профессионал там, бьюти и так далее. Тоже получала какие-то пробники, чтобы рассказывать и показывать, фотографировать и снимать на видео, и преподносить это людям. Так что, если вы интересуетесь фотографией, видеографией, если вы блогер, вы можете попробовать зарабатывать на этом, рассказывая людям о том, что вы пробуете и что вам понравилось. Так что, вот есть такая вот еще система заработка. Кроме этого, там проходят небольшие такие выставки, где выставляются какие-то скульптуры. Допустим, я видела и сфотографировала, естественно, портрет королевы, портрет Бориса Джонсона. По-моему, еще был Бенедикт Камбербэтч. Какие-то туфли стояли. Я помню, я сфотографировала на первой выставке вот эту туфлю, как-то она в виде чешуи была сделана. И оно продалось. Продалось. Еще я тогда в Демотиксе работала, в какую-то китайскую новостную газету. Я видела эти фотографии, все свои фотографии. На китайском сайте, по-моему, China Daily. Но, к сожалению, деньги я на тот момент с этих фотографий не получила, потому что как раз именно в тот момент мое агентство развалилось. Точнее, его захватила китайская какая-то крупная корпорация, поглотила. И с тех пор все, что я там выставляла, куда-то пропало. Но я уже работаю с другими агентствами. Вы уже об этом знаете. Кто не знает, я еще раз повторяю, я училась в Лондоне, занималась новостным репортерством в Лондоне, посещала огромное количество различных типов мероприятий. Если кому-то интересно, что происходит в Лондоне, подписывайтесь на мой канал. Я рассказываю постепенно обо всем, что я видела, знаю, слышала. И о том, как попасть на такие мероприятия, не на все именно вы сможете попасть, потому что я попадала как репортер, как пресса. Но на многие мероприятия есть ходы-выходы, попасть туда или подешевле, или вообще бесплатно. Об этом я рассказываю на своем канале. Все платья, которые я видела на шоколадных выставках в Лондоне, показываю вам сейчас. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»